Почти 3600 человек только за 10 месяцев изменили свои данные. Обращаются часто с заявлениями, чтобы изменить фамилию. Например, если они Улу или Кзы, на Ов и Ова. По закону этот процесс занимает месяц, но у нас есть специальное разрешение, по которому документы мы готовим за 10 дней. По миграционному законодательству, включенные в список лица не могут въезжать на территорию России в течение 3-5 лет, в зависимости от тяжести нарушения мигранта местных законов. Поэтому попавшие в черный список кыргызстанцы ищут любые лазейки, чтобы обойти его. Жительница Баткенской области Бупайзи Гаипова тоже прибегла к методу своих соотечественников, поскольку, приехав домой всего месяц назад, только здесь узнала, что она тоже в числе лишившихся права въезда в Россию. Меня сейчас зовут Гаипова Бупайзи. Причина попала в черный список. Толком сама не поняла, за что. А в Кыргызстане работы нет для меня. Поэтому вынуждены изменить имя. Заявления от лиц о выводе их из черного списка ФМС России принимаются во всех регионах Кыргызстана. Не меньше заявлений об изменении данных. В законе говорится, если есть веские причины для изменения имени и фамилии, то разрешается. Мы принимаем их заявление. Новый паспорт на новое имя и фамилию получили около 20 тысяч кыргызстанцев. Но при этом они все равно указали свой идентификационный номер и сдали отпечатки пальцев. Может поэтому некоторые из них так и не попали на территорию России, даже изменив фамилию. Ширина Санаконова, Медерния Залиев, Ирызбек Мазаи, Тулу, Общественный Первый канал, Баткенская область. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok